Приветствую, спасибо, что посетил наше событие. Вот скажи, пожалуйста, ты один из первопроходцев в любительском ММА. Сейчас видишь, как проходит соревнование в 2023 году. Насколько, по твоему мнению, это все изменилось? Всех приветствую. На самом деле, вот сейчас смотрю, и самому хочется ворваться, потому что условия для спортсменов на самом высоком уровне. Клетка, в клетке драться реально. Пацаны, кто дрался раньше в ринге, поймут уровень организации. И хочется драться, в общем. Для спортсменов, конечно, это большой плюс, потому что реально уровень организации очень на высоком уровне. Как раньше у нас профессиональные турниры на таком уровне не проходили, как сейчас любительские турниры. Раньше ты выступал, у вас взвешивание все равно было за день до соревнований, сейчас взвешивание в день боя. В какой бы категории ты заявился, если бы ты сейчас выступал по любительству? Я, наверное, так же. Я тогда особо много не гонял. Наверное, так же, 84, мне кажется. Но сейчас-то я побольше чуть-чуть. Я после весогонки чуть-чуть набрал. Это компенсация, да, называется, спортсмены поймут. Поэтому сейчас я в 93 подрался. Особо внимательно будешь следить за этими категориями? И кроме своей категории, за какими категориями следишь? Ну, большие всегда интересно. Ну, так как турнир в честь Абдулманаба, буду следить, ну, Хабиб, естественно, буду следить за 70. Ну, и большие веса всегда интересны. Большие веса всегда интересны. Вчера поработал с молодежью в зале. Вот скажи, вот первые эмоции, когда зашел и увидел 250 участников разного возраста. Я никогда, сука, не видел, честно. Я на самом деле думал, ну, будет 20-30 человек, ну, 50. Ну, когда было столько людей, я, честно сказать, был в хорошем, приятном шоке. И в целом, вот карьера спортсмена, да, мы понимаем, что это, ну, у кого-то чуть дольше путь, у кого-то короткий. Насколько вот понравилось этим заниматься и планируешь ли в дальнейшем развиваться в этом направлении, в такой социальной активности, в работе с молодежью и так далее? Ну, я сейчас говорю, что у меня самое интересное только пошло. Сейчас я поймал, на самом деле, так сказать, спортивный кураж, да, мне сейчас это приносит и удовольствие, и какую-то материальную, наверное, да, поддержку, так скажем, и так далее. Я начал зарабатывать на спорте, поэтому сейчас все только начинается. Ну, если будет время, если будут приглашать, я с радостью буду ездить на семинары, на турниры и так далее. Если я могу как-то чем-то кому-то помочь, и так далее, дать мотивацию ребятам, я с радостью буду приезжать и помогать молодому поколению. И так же я, как бы, в их время был рад, если к нам в зал кто-нибудь приехал бы именитый. Я так буду рад. Твое уже, можно сказать, родной клубы, Волф, на следующий год планируют два старта по любителям, планируют его включить в календарь, как минимум, Москвы. Вот как вообще относишься к тому, что в том числе, казалось бы, профессиональная команда, профессиональный клуб стал уделять этому? Ну, шикарные у нас условия, соревнования будет в зале проводиться у нас, у нас хорошая клетка, в принципе. И я только рад, если наш клуб будет, так скажем, сверкать на таком уровне. Только рад, у нас очень много ребят, любителей готовых драться, и поэтому, я думаю, это большой шаг вперед как и для нас, так и для клуба. Вчера также была такая вечером духовная встреча, да, с представителями муфтията местного. Да, вот насколько важно общаться с такими людьми, и как ты чувствуешь вообще поддержку от них, насколько она важна для тебя? Ну, саратовское духовенство, благодаря нашему муфтию, да, она вообще всегда от него поддержку чувствовала. Он один из немногих, кто реально меня с начала карьеры поддерживал, да, в этом плане. Поэтому это серьезная мотивация, на самом деле. Знаете, мы не должны забывать, что мы в первую очередь там мусульмане в данном случае, да, а потом уже спортсмены. Многие путают, да, и мы должны все соблюдать. И иногда забываешь, и получаешь хорошую подпитку, во-первых, и мотивацию. Ну, и приятно, что такие люди как бы следят тоже за нами, за спортом. Не обязательно лично за мной, а вообще за спортом следят, это на самом деле приятно. Ты тоже один из немногих, кто в комментариях постоянно это говорит, да, что не будешь драться как мусульманин с мусульманином, да, и так далее. Сейчас небольшую сразу пометочку сделаю. Смотрите, там такой тоже вырезанный контекст. Я еще и скажу, что я и с друзьями не буду драться. И же, ну, буду избегать даже боев с теми ребятами, ну, даже с ребят, с СНГ, которых я знаю, для меня и человек, если мы вместе с задним салом кушали, я уже как бы не могу с ним драться, потому что в бою у меня должен быть не провока, как сказать, а как это слово подобрать. Раздражитель должен быть, а если человек, если я кушал с одной тарелки, то есть он не будет у меня раздражителем, с ним я уже как бы не хочу, и неважно будет, какого он вероисповедания, мусульманин или христианин, или там любой другой какой-то, если он мой друг, мой товарищ, я с ним как бы не захочу драться. Я буду делать все, чтобы избежать этого боя. К сожалению, если вот в последнем бою, в предпоследнем бою с Кевином Ли, он как бы тоже ислам принял, у меня не получилось отказаться, но вот получилось. Да, много хейта тоже было с этой стороны на самом деле, но так получилось. Иногда бывает момент, что ты не можешь отказаться. Я часто сам читаю комментарии под всеми видео, особенно, когда встречаются там два человека с одного региона особенно, да, и там вот комментарии делятся. Как думаешь, вообще возможно изменить это мнение, что и сказать, что, ребят, ну все-таки это спорт, и это не драка на улице? Можно, но, опять же, я не навязываю, у каждого свое мнение. У меня спросили, как я к этому отношусь, я это сказал, как бы, знаете, на самом деле к этому у каждой по-разному. Вот бразильцам вообще могут близкие друзья, вот в ПФЛ-2 вообще близких друга дрались. Один там у него, там, как она, у его сына, он крестный отец, да, получается, и они дрались, и для них это нормально. Для них, для нашего менталитета, для меня лично, для ММС, это ненормально. Опять же, я никому не навязываю, у каждого свое мнение, поэтому ребята сами просто решают. У меня вот такое мнение. В этом году снова, заново для нас заиграла Федерация ММА Башкирии. Руслан Зарипов снова вышел на первый, он провел очень классное первенство, 18-20 лет. Вот такое было прямо на уровне тоже профессионального промоушена, это еще и молодежь. Сейчас, опять же, твой близкий друг из клуба «Эволф», как я тебе вчера сказал, заходит в вице-президентство туда. Вот если тебе по Башкирии предложат что-то, или по Татарстану предложат что-то, да, по родным регионам, по тем, которые вы представляете, ты смог бы совмещать или как-то войти в какой-то спортивный совет? Ну, если была бы команда, которая реальная, которая-то интересная, и весь я был бы полезен для Федерации, почему и нет? Ну, это надо же погружаться, я считаю, что, знаете, пока спортивная карьера будет тяжело, почему? Потому что в это надо погружаться, а не так, знаешь, числятся и натяпляп все делать, у меня, ну, не получится. Если все делать, то надо делать все достойно, на самом деле. Я считаю, для этого, ну, нужно больше всего времени. Так, я, ну, интересно было бы, конечно. Проводишь, вчера поговорили, сборы, но в большей степени все равно в России, да, но тем не менее в Америке сейчас бываешь часто, в загранице бываешь часто. В чем вообще кардинальная разница? Существует ли она в подготовке, в сборах, в чем-то там и здесь? То есть, если у нас уровень, на самом деле, реально круче, но американцы, ну, и американский, скажем, рынок, зал, они более профессиональные. У них не убивают, как у нас в том плане, что у нас там, когда утром на тренеру пришел, он тебя два часа выжил, вечером пришел. Там нет такого, там у Томаса на тренировку часа полтора, вечером такая легкая, час-полтора тоже легкая работа. Там более профессиональное все, на самом деле. Вот в чем все, во в чем разница? И те ребята, которых мы смотрим здесь по телевизору, они там. И здесь они нам кажутся какими-то там суперсильными, а по телевизору, да, естественно, а там ты понимаешь, что это те же самые люди, те же руки, ноги, и на самом деле ничего такого у них нет. Наши ребята реально посильнее. Единственное, да, и у них, я еще раз, у них чуть-чуть другой менталитет, они к этим боям относятся более спокойнее, чем они, как к работе. У нас же вот, как говорят там перед боями, там, если не выиграешь, домой не приезжай, без победы не приезжай, но это как-то. А у них все по-другому, нужно как к работе этому относиться, и все будет в порядке у наших ребят. Дан Уайт один из тех тигров, который не против флагов, не против каких-то наций, он чисто вот как НХЛ, да, хоккеисты наши играют. Да, коммерция, бизнес. Как думаешь, что не хватает сейчас ММА, потому что мы находимся в статусе не запрета, а при остановке членства, да, для того, чтобы международка вновь заиграла, какие-то петиции, еще что-то, вот какой бы был твой совет? Ну нет, у всех же ассоциаций до сих пор не надо говорить, чем ММА. Человек говорит, а, бои без правил. Я говорю, тут вообще правил больше, чем в любом другом виде спорта, на самом деле. Я думаю, время, просто нужно время, и я думаю, это все пройдет из этого никуда. Это самый, наверное, сильно развивающийся вид спорта, мне кажется, да, из единоборств. Не один ведь единоборств, наверное, может только бокс, наверное, потягаться с этим видом спорта в плане популярности и все, на самом деле. Я думаю, это дело времени. Ну и такое короткое напутствие молодежи, что пришли в зал. Тренируйтесь, ребят, и мы, и все, наверное, да, и Хабиб в том числе много проигрывал, выигрывал, и главное не отпускать руки. В принципе, здесь и написано, не отпускать руки, это очень важно. Вот слова, ну, она, по-никаку. И тогда, я думаю, вот, в принципе, тут говорить нечего, сзади меня фотография такого человека, в принципе, турнир в памяти, и вот тут такие слова, поэтому говорить нечего. Спасибо большое.